Эпидемия суицида в Алтайском крае Вот только люди здесь редко умирают своей смертью Чаще всего они сами накладывают на себя руки Василий Пришибин признается Несколько дней назад чуть не слег в больницу с сердечным приступом Из-за жуткого происшествия в соседнем доме Еще одно самоубийство на соседней улице Недавно там повесился студент-отличник И так здесь каждый месяц Сотрудники областной станции скорой помощи признаются Если поступает вызов из поселка Ильича Скорее всего нужно готовить место в морге Часто очень там случаи происходят, суициды в основном Вчера парень таблеток очень много выпил Мне нужно узнать кращество самоубийств за текущие три месяца Известный барнаульский репортер криминальной хроники Сергей Харин Готовит статью об эпидемии самоубийств в поселке Он изучил показания очевидцев, заключения медиков и сотрудников полиции Свидетельство натолкнули на мысль Все дело в небольшом доме на окраине деревни Все самоубийства происходили по некой спирали Вокруг дома ведьмы О том, что регулярные самоубийства связаны с этим обгоревшим зданием Все чаще говорят и некоторые местные жители Здесь жила женщина, которую в поселке называли бабкой Анисьей Люди утверждают, она была настоящей ведьмой Ни с того ни с сего человек может или заболеть, или умереть И все почему-то думали на нее Как говорят в поселке, бабка Анисья свела в могилу множество людей И черные дела не прекратились даже после смерти колдуньи Когда Анисья умерла, один из местных жителей отправился в ее дом И вскоре после злочастного визита покончил с собой Человек, который первый ее нашел, мужчина Вот он повесился ни с того ни с сего, он не пил Нормальный образ жизни, ну нормальный мужчина был Самоубийство смельчака и стало точкой отчета в череде поселковых суицидов Испуганные и озлобленные местные жители попытались сжечь дом ведьмы Надеялись, что трагедии прекратятся, но напрасно Мы обратились за помощью к известной ясновидящей Виктории Камахиной Может быть она разъяснит, почему целый поселок пытается истребить сам себя У эзотерика есть предположения С древних времен существует поверье Перед смертью колдунья непременно должна найти преемника Если этого не сделать, душа навечно останется неприкаянной Ее душа ближе подходит, понимаете, к тем душам, которые относятся к самоубийцам Понимаете, ее душа неупокойная Поэтому, как называется, один самоубийца тащит за собой другого самоубийца И так идет череда, вот некая цепочка По словам эзотерика, прогнать неупокоенную душу ведьмы можно только одним способом Некий доброволец, зрелый и сильный человек должен вбить осиновый кол на месте бывшего дома колдунья Жизненная сила этого человека перейдет в землю и будет отпугивать нечистую силу Авторы старинных летописей были уверены, только так можно остановить череду трагедии Виктория Камахина считает, что жителям поселка Ильича обязательно стоит провести этот обряд Хотя бы потому, что ничего другого им, похоже, просто не остается Алексей Захаров, Алексей Глазов, Анна Айвазова, ТВ3 Субтитры подогнал «Симон»